МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ульга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. В центре внимания Макарова транспортное сообщение, доставка почты и запись на прием к узким специалистам. Это основные проблемные вопросы, которые волнуют жителей деревни. В Нарьинмаре торжественно открыли выставку «Север православный». Это художественный проект, который появился в округе в 2014 году по благословению епископа Нарьинмарского и Мизенского Иакова. И продолжает жить. Участие в модных показах в Москве теперь доступно юным моделям из Нарьинмара, профессионализм которых оценил французский режиссер на неделе моды в российской столице. Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе. За прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших – жители Нарьинмара и Харуты. На лечении под наблюдением медиков с диагнозом COVID-19, подтвержденным не только результатами ПЦР-тестирования, но и другими методами находятся 49 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 16 человек. Трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно. Еще более 300 человек состоят на учете в управлении Роспотребнадзора. Напомним, в Ненецком автономном округе по-прежнему действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо находиться в масках. Режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион отменен. Посты педконтроля в аэропорту города Нарьинмара снят. В округе продолжается массовая вакцинация населения, в том числе в сельских поселениях. Уже сделали прививки более 2,5 тысяч человек или более 5,5 процентов населения округа. Записаться на вакцинацию от коронавируса в Нарьинмаре-Заполярном районе можно через портал Госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. Транспортное сообщение, доставка почты и запись на прием к узким специалистам. Это основные проблемные вопросы, которые были подняты жителями деревни Макарова в ходе встречи с губернатором Ненецкого округа Юрием Бездудным. В рабочую поездку с главой региона отправилась и наша съемочная группа. Полчаса на снегоходе и вот уже видны дома старинной деревни Макарова. Зимой добираться сюда особых проблем нет, если есть свой транспорт. А вот летом и в межсезонье дела обстоят иначе. В этом году такая очень сложная ледовая обстановка на Печоре. И, к сожалению, северная транспортная компания, она не может выполнять рейсы на привычной подушке. Действительно проблема, людям очень тяжело добираться до Наринмара. Решение найдено. Северная транспортная компания закупает аэросани. И эти аэросани, они вне зависимости от этой ледовой обстановки, они смогут возить жителей. Ориентировочно аэролодка на 12 посадочных мест будет доставлена в округ в мае этого года и передана в Северную транспортную компанию. Останется только решить вопрос с расписанием перевозок. Но это в межсезонье. В летнюю навигацию суда СТК совершают рейсы в Макарова раз в неделю. И то не всегда. Всё зависит от погодных условий и загрузки транспорта, который, двигаясь из других сёл, подходит Макарова уже полностью загруженным. Решить проблему возможно через онлайн-бронирование. Если человек забронирует билет, то мы пройти мимо деревни не будем проходить, потому что на него уже будет место свободное в катере. В ходе поездки глава региона осмотрел дизельную электростанцию села. Сейчас здесь работают три генератора, ещё один на ремонте. Один раз в сутки свет в домах макаровчан гаснет. В это время идёт переключение дизелей. Один работает под нагрузкой, а два стоят в резерве. На следующий день переходим на другой, кто-то обслуживается. Через сутки опять его запускаем. Фельдшерско-акушерский пункт Макарова обеспечен всем необходимым оборудованием и лекарствами. Ещё один пункт посещения – отделение почты. Здесь жители села не устраивают график доставки посылок, газет, журналов и социальных выплат. Данный вопрос будет решаться на встрече Юрия Бездудного с директором филиала Почты России в Ненецком округе Андреем Поповым. В почтовое отделение корреспонденция доставляется раз в две недели. Это из рук плохо. Совершенно понятно, какой смысл вообще периодически издание подписывать, если раз в две недели будет приходить почта. Что касается сложностей, связанных с записью на приём к узким специалистам, данный вопрос будет урегулирован в рабочем порядке. И у жителей села появится возможность попасть на приём к нужному врачу через фельдшерско-акушерский пункт. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Окружные депутаты предлагают увеличить срок рассмотрения проекта закон об окружном бюджете. Вопрос обсудили в ходе заседания Постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету под председательством депутата Натальи Кордаковой. Предложения по совершенствованию бюджетного процесса в Ненецком автономном округе касаются процедуры внесения проекта закона округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение собрания депутатов округа, рассмотрение принятия проекта в первом и во втором чтениях, внесение поправок к проекту закона и внесение изменений в закон округа об окружном бюджете. В частности, предлагается увеличить срок рассмотрения проекта закона об окружном бюджете до 60 календарных дней, установив дату внесения законопроекта в собрание депутатов округа не позднее 15 октября текущего года. Будет предусмотрен доклад председателя счетной палаты округа или уполномоченного им лица при рассмотрении проекта закона округа об окружном бюджете в первом и во втором чтениях. Как пояснила председатель комиссии Наталья Кордакова, разработка законопроекта вызвана необходимостью уточнения отдельных организационных моментов бюджетного процесса, а также соблюдение сроков принятия и официального опубликования закона округа об окружном бюджете до наступления очередного финансового года. Работа над внесением изменений в окружной закон о бюджетном процессе депутатский корпус начал еще год назад. С учетом принятых в июле 2020 года поправок, рассмотрение принятия проекта окружного бюджета на трехлетний период проходило в новом формате. Состоялось так называемое нулевое чтение, впервые проведены депутатские слушания. Работа над совершенствованием бюджетного процесса продолжается. То есть вот эти все, мы считаем, изменения, которые будут внесены, на самом деле улучшат и качество принятия законопроекта, а также позволит более широкому кругу людей участвовать в принятии бюджета, окружного бюджета на последующие годы. Торжественная презентация выставки «Северправославный» состоялась на Ренмаре. Это четвертая по счету экспозиция. И на ее торжественную презентацию приехали кураторы проекта Светлана Грачева и Ольга Орлова. На выставке присутствовали губернатор округа Юрий Бездудный и епископ Наринмарский и Мизенский Яков. Подробности далее. Северправославный художественный проект, который появился в Наринмаре в 2014 году по благословению епископа Наринмарского и Мизенского Якова и продолжает жить. Эта выставка стала четвертой по счету. Он нашел отклик не только в сердцах творцов, которые с удовольствием решили принять в нем участие, но мы видели, что душевно отзываются на него посетители, которые приходят, возвращаются, смотрят, рассуждают, спрашивают. За время существования проекта в выставочном зале Наринмара экспонировались картины и скульптуры художников из Москвы, Республики Коми, Архангельска и других городов. Всегда акция находила отклик среди творческих людей. Вот эта высокая нота духовности, она всегда присутствует и она нарастает, она звучит и звучит. И звучит она на просторах севера, в таких чистых пространствах, где хитрить практически невозможно, потому что заметет, как сегодня. Четвертая выставка «Северправославный» приехала в Наринмар и Санкт-Петербург. Среди экспонатов порядка 70 работ профессиональных художников. В окружную столицу они были доставлены по зимнику. Это и скульптуры, и бронзовые скульптуры, и скульптуры из дерева, и живопись крупного размера, почти под 2 метра, самые большие работы. Вот такого еще не привозили в Наринмар. И, конечно, это стало возможным только поддержки. Художники откликнулись с большой радостью и действительно с открытой душой. В экспозиции представлены работы разных лет. Художники выбирали из своих архивов те картины и скульптуры, которые соответствовали тематике проекта. Одним из первых выставку оценили глава региона Юрий Бездудный и епископ Наринмарский Мизенский Яков. А если говорить о тех произведениях, которые сегодня здесь представлены на этой выставке, то по сути своей они и свидетели, и носители, и хранители этой великой памяти. Даже вот в этом окружении полотен, в которые люди вложили в свое сердце духовный опыт, страдания, сопереживание за судьбу нашего многострадального, но никогда в вере непобедимого Отечества делает нас сопричастными этой самой главной струне жизни. По задумке организаторов и вдохновителей проекта ему необходимо придать некий просветительский характер. Возможно, под эгидой православного Севера давать учащимся художественного отделения, школы искусства, мастер-классы от именитых художников. Не случайно сегодня в выставочном зале много детей. Будущая художница Вероника Сытник нашла здесь свое вдохновение. Ты посмотрела, может быть, вдохновилась что-нибудь тоже? Возможно. Что бы ты хотела написать? Какой-нибудь очень красивый пейзаж, какой-нибудь деревни, например, где будет очень много красивых соборов. Еще одно из предложений кураторов – не просто сделать проект постоянным, а, возможно, передвижным, чтобы православный Север стал доступен и жителям других регионов. Я гость вашего города. Я приехала с Северного Кавказа, генеральных вод. Увидела афишу этой выставки и, естественно, воспользовалась моментом, чтобы ее посетить. Очень интересно. Православный Север. У нас на юге проводится выставка «Благословенный Кавказ». Вот хотелось как-то почувствовать разницу или, наоборот, почувствовать что-то общее. Я поняла, что у нас очень многое связывает. Выставка «Северправославный» будет работать до конца марта. В понедельник на нашем канале выйдет программа «Актуальное интервью» с участием кураторов проекта. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». В Ненецком автономном округе охотничье ружье, как семейное реликвия, переходит от отца к детям и от дедушки к внукам. Как передать огнестрельное оружие в дар, не нарушив закон, рассказали в Центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Владельцу, желающему подарить свое ружье другому человеку, нужно записаться на прием в Центре лицензионно-разрешительной работы и подать соответствующее заявление. Сделать это можно по телефону 4-69-60 или с помощью интернет-портала госуслуги. Обращаются с перегистрацией оружия на своих детей и любых внуков. Один гражданин другому не может просто так передать оружие. Человек, которого одаривают, он должен сперва подать заявление на получение лицензии, только после этого уже оружие переоформляется. Для приобретения оружия, либо для его передачи, как в данном случае происходит, всегда нужна лицензия. Занимает срок один месяц, после чего он подает документы на регистрацию оружия, и в течение двух недель он получит уже новое разрешение и новое оружие. Бывает и так, что дарения оформляют люди, у которых изъяли оружие за право нарушения, которое хранится в управлении Росгвардии или ОНВД. Также гражданин может прийти написать заявление о том, что он хочет подарить другому гражданину оружие. Процедура абсолютно идентичная, просто оружие получается, мы выдаем уже гражданину, только после того, как он получает разрешение, уже новому владельцу данного оружия выдаем, после того, как он получает разрешение. Оружие у граждан называют за административное правонарушение преступления в связи с наличием судимости или аннулированием лицензии и разрешений. После изъятия ружья в течение одного года хранятся в Росгвардии или полиции. Владельцы регулярно уведомляют о необходимости принять одно из решений. Вновь получить разрешение на хранение и ношение, продать или подарить ружье другому человеку, либо сдать на утилизацию. Судьбу невостребованного оружия решает суд. Примерки костюмов до поздней ночи и ранние подъемы на репетиции. Все, чтобы модный показ прошел на высоком уровне. Десять девочек из нашего региона стали участниками недели моды в Москве. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. Для девочек из Наринмара это был первый выезд на такое крупное мероприятие. Перед этим они прошли специальную подготовку. В школе моделинга их учат не только фотопозированию и правильной походке. В расписании также присутствует 16 мастер-классов в месяц. Визаж, этикет, пластика, актерское мастерство, хореография, а также занятия с психологом и многое другое. Уклон сделан на многогранное развитие юных моделей, а показы – это приятное дополнение к занятиям. И нам от организаторов недели моды в Москве, это первый вообще показ для детей, поступило официальное приглашение, потому что они приглашают в наш регион моделей с нашей школы или вообще детей талантливых с нашего региона для участия в московской неделе моды в рамках детского показа. В чем мы были, конечно же, очень рады. Отбор на показ проходил через фотопробы, чтобы представители французского продюсерского центра впоследствии могли понять, в каких еще проектах могут участвовать юные модели. Как признается Ульяна Ерохина, она сразу отказалась принимать участие в выборе, так как хорошо знает каждую девочку. Поэтому была собрана комиссия, которая уже на основе портфолио выбирала участниц. И уже выбранные и подготовленные девочки отправились на свой первый крупный показ. Было, конечно, тяжело, так как приходилось вставать рано и целый день работать. Но так как я знала уже все, было легко. Мне кажется, что мы получили очень большой опыт. И я думаю, что эта поездка, она очень поможет как-то продвигаться дальше и вообще, ну, поможет нашему будущему. Несмотря на тяжелый репетиционный период, эмоции после показа у девочек были только положительные. Они познакомились с новыми, интересными людьми и получили хороший опыт. Юные красавицы поделились с нашей съемочной группой своими эмоциями. Во время показа я вообще не волновалась. Я понимала, что я полностью готова, потому что за это время нас очень хорошо ко всем подготовили. Рассказали все, что будет. И вообще, ну, то есть не было каких-то проблем с этим. Нас всегда помогали везде ведущие. Они нас как-то поддерживали, подбодряли всегда. И помогали нам переодеваться, накраситься между номерами. Мне вообще очень сильно, безумно понравилось. Это было потрясающее эмоции. Было очень классно. Вот, мне очень сильно понравилось. Помимо показа, наши девочки также поучаствовали в съемке для бренда дизайнерских платьев «Марий Шик». Их уровень подготовки отметила и французский режиссер показа. Юные наринмарочки продолжат и дальше развиваться в этом направлении. А мы будем следить за их успехами. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В начале текущего года в населенные пункты округа доставлено 12 тонн почты. В марте запланированы рейсы в Бугрино, Амдр, Мушой, Ность-Кару и Каратайку. Почта России и Наринмарский объединенный авиаотряд в 2021 году продолжили совместно доставлять корреспонденцию чартерами и по совмещенным маршрутам, так называемым «кругорейсам». С начала года в удаленные населенные пункты Ненецкого автономного округа вывезено около 12 тонн почтовых отправлений. Так, в январе «кругорейсы» доставили около 5 тонн почты в 11 населенных пунктов. Нижнюю Пешу, Верхнюю Пешу, Ому, Амдр, Му, Каратайку, Шойну, Несь, Чижу, Коткино, Ваучейске и Индигу. В феврале выполнено два чартерных рейса в Амдр, Му и Шойну. Также было четыре круга рейса по маршрутам Нарьинмар-Устькара-Каратайка, Нарьинмар-Нижняя Пеша-Несь-Ома, Нарьинмар-Харутаха-Ривер, Нарьинмар-Индига-Коткино. Доставлено более 6 тонн корреспонденции. Регулярные авиарейсы берут на борт от 30 до 60 килограммов почтовых отправлений. Чартерные рейсы и совмещенные маршруты позволяют доставлять до удаленных населенных пунктов гораздо больше корреспонденции и своевременно вывозить почту из сортировочного центра в Нарьинмаре. В марте запланированы рейсы в Бугрино, Амдр, Мушойну, Устькару и Каратайку. Напомним, дополнительное соглашение о совмещенных маршрутах было подписано Почтой России с Нарьинмарским объединенным авиаотрядом в 2020 году. Первый почтовый круга рейс был выполнен 25 ноября. Он доставил груз из Нарьинмара в Индигу и Коткино. Готовь сани. В Нарьинмаре пройдет традиционный конкурс «Веселые сани». Мероприятие для жителей и гостей города готовят специалисты Дворца культуры Арктика уже восьмой год. Участником может стать каждый. Ежегодно организаторы конкурса «Веселые сани» посвящают соревнования какому-то актуальному событию или празднику. В этом году темой проведения стала круглая дата 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Устройства должны отражать тематику заданную, быть оригинальными, образы участников должны соответствовать заданной тематике и, естественно, сани не должны представлять опасность для окружающих. Участником «Веселого конкурса» может стать каждый желающий. Для этого только надо проявить фантазию и подать заявку. Участники должны будут подать заявку во Дворец культуры Арктика. Можно будет обратиться по телефону 2-16-84 или на электронную почту info.sobachka.nmrdk.ru Конкурс «Веселые сани» пройдет 20 марта на Качгартинской курье во время проведения спортивного праздника Бурандей. И на этом все. Далее смотрите прогноз погоды. До встречи!